В Лисосибирске сегодня выбирают новый состав городского совета депутатов. Своё мнение должны выразить более 52 тысяч горожан. Каждый избиратель получает по два бюллетеня. В одном из них список партий, в другом так называемые кандидаты-одномандатники, то есть те, кто баллотируется по одномандатному округу. Всего их в городе 11 и поделён Лисосибирск на 31 участок. В Лисосибирской школе номер 9 сразу два избирательных участка. В целом здесь должно проголосовать 4700 лесосибирцев. В первой половине дня активность избирателей была не очень высокой. Возможно, повлияла погода. В Лисосибирске пасмурно, а утром шёл небольшой дождь. И тем не менее люди, в основном это старшее поколение, отправились на выборы. На выборы хожу регулярно, потому что это дело моё. А не просто так, я не упускаю этой возможности. Но настроение какое. Погода плохая, а так всё хорошо. Всё нормально. К 13 часам на этом избирательном участке явка перевалила за 10%. Председатель комиссии, работающий на выборах уже более 10 лет, исходя из своего опыта, отмечает, что вообще в течение дня голосования существует несколько пиков активности избирателей. Обычно вот как бы три таких пика. То есть вот утром люди прошли и на работу, либо на дачу поехали, если это вот дачный период, скажем так. Потом вот обеденный период, часа два, народ идёт активно, опять спад. И ближе к вечеру. Это те, кто с работы пришёл. И они, ну если вот они ещё успевают, они тоже подходят. На западе края выборы проходят сразу в нескольких территориях. Депутатский корпус обновят в городах Ачинск, Шарыпово, Боготол и нескольких районах. В Назаровском районе в этом году рекордное количество кандидатов. Для участия о выборах заявления подали свыше 200 человек. Это обусловлено тем, что в Назаровском районе предстоит избрать депутатов 10 сельских советов и полностью обновить состав районного совета депутатов. В Назаровском районе с утра открыли двери 63 избирательных участка. Ну активность сегодня небольшая, потому что погода может быть плохая или ещё время утреннее, раннее. Но надеемся на то, что после обеда народу будет побольше. В Назаровском районе право голоса имеет более 16 тысяч жителей. Наверное, как всё приходит с годами, понимание того, что уже возраст и что трезвая оценка, я там делаю оценки, трезвая, и думаю, что это нужно обществу. Ну потому что мне немаловажно, кто будет у нас править нами и решать законы. Это же очень важно. А проблем много хватает на селе. Я даже помню, мои родители ходили. Это был как праздник. В честь выборов в Назаровском районе, так же, как и в других территориях, концерты решили не проводить. Как отметили в районной избирательной комиссии, никаких нарушений на данный момент не зарегистрировано. Жалоб и заявлений не поступало. В Ачинске в день голосования пока зафиксировано только одно нарушение. Пришедшая на участок избирательница призывала Ачинцев поставить отметку в графе против всех. Также сегодня на телефоны разных абонентов была организована смс-рассылка от руководителя одного из городских СМИ с призывом отдать свои голоса за конкретную политическую партию. Нарушение зафиксировано в полиции. Единый день голосования в самом разгаре. Сегодня в городе Канске выбирают депутатов городского совета пятого созыва. По данным территориальной избирательной комиссии, кандидатов зарегистрировано более 100 человек. Для избирателей сегодня открыли 2,32 избирательных участка. Они готовы принять 70 тысяч человек. По данным на 12 часов явка составляет порядка 10%. Серьезных нарушений ТИК не зарегистрировал. Однако в полицию уже поступило несколько заявлений. Так, в одном из случаев, вблизи одного из участков, очевидцы засняли на видео факт подкупа избирателей. Сосудникам полиции переданы все материалы по данному делу. Ведется проверка. Тем временем члены избирательных комиссий в эти часы регистрируют пик посещаемости избирателями пунктов для голосования. Напомним, они будут работать для всех жителей города вплоть до 8 часов вечера. Конечно, нужно голосовать без правящей партии депутатов. Но у нас в стране нельзя жить. Выборы, естественно, нормальные сделал. Да нет, недолго. Ну, недолго мучился. Просто прочитал все в бюллетене и выбрал, кого надо. Как вообще ощущения после первых выборов? Так, так себе. Как думаешь, насколько влиятельен будет твой голос? Насколько он важен? Не знаю, голосов много. Выбор, конечно, зависит от каждого. Ну, там уже по подсчетам будет видно. Чем отличаются выборы вот в наше время, да, от выборов в советское время, когда это были праздники, песни? Может быть, не хватает немного? Ой, я вспоминала не раз. Деревни как, что ты, такой праздник был. Мы жили в деревне, а потом в город переехали. Ну, все равно праздник, такая музыка везде. Вообще веселый народ, радостный. Приходишь с выбором, за стол садишься, конечно. Раньше это было. Ну, правда, что было, то я и говорю. Ну, как думаете, может быть, стоит вернуть эту практику? Ну, хотелось бы, но и в одном сейчас вроде бы где-то в чем-то хорошо. И в то время было в чем-то хорошо. Не бывает так, что одинаково. Участковые избирательные комиссии, а их в Минусинском районе 32, по-прежнему работают без происшествий. По последним данным, явка составляет около 24%. Из 20 тысяч избирателей свой гражданский долг уже исполнили около 4 тысяч. В избиркоме отмечают никаких серьезных нарушений, на участках не зарегистрировано. Люди могут спокойно голосовать за своих кандидатов и определять судьбу своей территории. Ну, я считаю, что волос должен дать свой каждый человек. Проголосовать за того, кого считает достойной этой должности. Интересно, как поворачиваться с новыми выборами, с новым председателем. Жизнь-то на селе или как поворачивается. И мне хочется кого-то выбрать ими. А может, одного не хватит, а я проголосую за. Вот и, пожалуйста, и выбрали.